привет еще это собнать конечно у меня тут куча ледяных медведей и как они там называются йокарные пока я в стрессе я не могу сообразить ни черта их тут целых два бродит они на меня нападают вот еще один смотри куча пингвиняш и мы находимся до сих пор в ледяном бассейне исследуем эту территорию сейчас ночь пурга пурга уже прошла туман остался так и мы продолжаем значит здесь мы остановились собой прошло сего и пингвина чуть не задавил пингвиш ты все все ок нормально ты живой да ладно не может быть что ты того пингвин блин походу его раздавил я не видел его даже честно я его не видел он чисто под ноги попал так насчет питьевой воды блин пить хочу ведь хочу а у меня ничего нету вот это что такое соляная кислота но нет извольте соляную кислоту пить я не буду придется скорее всего возвращаться нам на корабль либо искать какие-то растения которые мне могут восполнить жидкость в организме что это за пещера куча а это пещера ледяных медведей их тут довольно много малыш спит а вот ему светим глаза ладно сделать ничего вот это вот растение можно собрать нет подожди сейчас попробую да можно быстрее 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 об краба чуть не отхватил и давай попробуем это съесть еда вода отлично войдет один медведь на меня прыгает но ничего сделать не может отстань пожалуйста пожалуйста отстань иначе мне придется применить мои кулаки вот эти вот кулаки я хочу еды просто собрать понятно он не хочет со мной делиться так ладно Значит, робота я поставлю вот здесь вот. Он перегородит путь, по идее. Хотя, что-то плохо он перегородил. Черт, он идет. Бежим обратно. Успел, 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 успел. Подвинул моего робота. Так, еще перекус. Ну вот, уже как-то более-менее жить можно. Пойдем дальше пройдем поглубже. Посмотрим, что у нас тут есть. Вода. Там, точнее, водяная пещера. А-а-а. Это я вышел к моему мореходу. По-моему, где это мы? Солнышко, да хватит уже охотиться на меня. Солнышко, выгляни. Мне очень нужно солнышко. Тут у нас пингвиняши. Главное не раздавить никого. Так. Что-то я немножечко потерялся. Давай откроем карту. Откроем карту и посмотрим, где мы вообще можем находиться теоретически. Карта, карта, карта. Журнал сообщений, карты. Вот, карта ледяного бассейна. Значит, смотри, мы были вот здесь. Вот. Кстати, в комментариях писали, что нужно сделать робота-пингвина, и он сможет пролазить через маленькие отверстия во льдах. Ну, в щели во всякие. И он может также собирать для меня всякие ингредиенты, и в том числе меха этих ледяных медведей. Что нужно обязательно сделать. Значит, здесь мы были, робота-техника. Здесь мы тоже были с тобой у антенны. И, в принципе, мы здесь уже все обошли. Остается только сюда вернуться вместе с роботом. Вместе с роботом. Вот. 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 Мы сейчас здесь находимся. Он говорит, что вот тут вот какая-то есть точка. Точка для нашего робота. Блин. Сейчас, подожди. Где-то точка для робота. Вот. Вот эта пещера, видимо. Нет, это не пещера. Подожди. Вот вода. Черт разберет эти карты только. Вот где-то здесь. Вот, да. Вот она. Вот он, этот мостик. Вот он, этот мостик. И где-то здесь вот он говорит, что что-то с роботом связано. С пингвином-роботом. Что-то тут есть какая-то расщелина, пещера. Вот, подожди. Вода. Вот она, эта пещера. Если я туда пройду, там что-то будет важное. Для меня важное и ценное. Хорошо. Значит, мы возвращаемся сейчас на мореход. Потому что именно там я только смогу сделать сейчас. робота. Нам вон в ту сторону. 775 метров. Окей. Интересно, через воду получится оттуда добраться? Давай попробуем. Ой-ё-ё-ё. Ой-ё-ё. Как глубоко-то. Нифигашечки себе. Так, ладно, поплыли. Максимальная глубина на моем крабе это 400 метров. Что-то куда-то я конкретно плыву. Что могу? Что-то кого-нибудь отхватить. Все глубже и глубже куда поплыву. Вообще, капец. Наверное, не стоило сюда запрыгивать вообще. Но интересно же, ё-моё. Ух ты, смотри. Это что за чудики такие маленькие? Давай вылезем. Попробуем их отсканить. Взять яйцо существа. Это яйцо? Скорее всего, это медуза. Яйцо-медуза. Ладно, идём дальше. Вот ещё одна медуза большущая. Перекрыло мне тут проходик. Разрешите мне пройти, пожалуйста. Вот так, вот аккуратненько. Ого, их тут сколько плавает. Ничего себе. Ничего себе. Так, мореход-то где мой? Мореходик. Мореход, мореход. Он где-то наверху. Вот, 500 метров. Кажется, я правильно иду. Мы ближе и ближе к нему. 340 метров. Ну всё, мы выплыли из-за льда. И получается, что мы обошли. Мы сделали подводный крюк. Если так можно сказать. Чёрт. Давай-давай-давай, накапливайся энергия. Мне тут нужна энергия, чтобы запрыгнуть. Чёрт. Походу не получится. Надо вот на этот выступ встать. Вот, отлично. Отлично. Накапливаем энергию. Погнали. Странно как-то. Очень много медуз. И никаких хищников. Видимо, хищники тоже их избегают. Мореходик, я иду к тебе. О, какая здоровая, смотри. Большущая такая. Ну вот, получается, что мы его здесь вот как раз. На мореходе проплывали, да. Всё. Мы обошли весь этот бассейн ледяной. И это очень здорово. Это очень хорошо. Купим энергию, запрыгиваем и всё. Энергия есть. Взлетаем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть, отлично. У нас, между прочим, 37% батарейки. Но у меня есть запасная, если чё. Не страшно. Залазим в наш мореходик. Я обнаружил сигнал некоторой силы. Я не уверен, что он означает. Давай обозначь его. Хуже не будет. Место нахождения сигнала загружено в КПК. Хорошо. Она находится... Блин, 2 километра почти до него уплыть. Н6М. Значит, что нам нужно, чтобы сделать нашего робота? Комплект проводов, титан, силиконовая резина, батарейка есть. Ага. Пульт управления также нужен. Для него титан. Не вопрос. Давай посмотрим. Почему у меня вот здесь вот вода, а? Понять не могу. Да, я не хочу ничего переименовывать. Значит, титан у нас есть в достатке. Костюм же я ещё хотел шить, да. Подожди, давай вначале разберёмся с костюмом. Вот, маска. Утеплённая маска. Здорово. Круто. Я теперь могу спокойно лазить по зимнему биому и не замёрзну. Сечетая волокно, нам нужно для него образец водорослей. Блин. Ну вот. Перчатки уже одели. Шапку. Ну ладно, пусть шапка тоже будет надета. Что написано, кстати? Сопротивление холода 20%. 10%. Окей. Яйцо тоже надо скинуть. Место занимает. Делаем, значит, пульт для нашего робота. Вот такой вот чудесный пультик, похож на яйцо. Теперь нужен титан, комплект проводов, силиконовая резина. Окей. Титан у нас... Вот стой, там ящики. Силиконовую резину мы делаем из чего? По-моему, из водорослей. А, семена водорослей, точно. Семена водорослей нужны. А комплект проводов... Серебро. Оно у нас есть. Серебро у нас есть, это здорово. Где оно только у нас лежит? О, у меня сейчас, считай, волокно-то, оказывается, есть тоже. Ладно, значит, сейчас и костюм дошьем весь. Серебро, куда я тебе завалил. Серебро. Я находил большую кучу серебра. А, я вспомнил. Она у меня в крабе. Сейчас вылезу. Я все скинул в краба. Потому что место много занимало. Крабик, дай мне, пожалуйста, серебра. О, и силиконовая резина есть. Отлично. Просто шикарно. Так. Как бы мне теперь... Эй. Ладно. Зайду через парадный вход. Вот так. Значит. Костюм сейчас дошьем. Вот он, костюмчик. О, да. В тепле буду. Изготовленный из плотно сплетенной кевларовой микрофибры и утепленной альпийской кокеткой на шее и плечах. Утепленный костюм предназначен для отсрочки наступления переохлаждения. Сколько там за умных слов было. Все, костюм надет, шапка надета. Посмотреть, как бы это все выглядело. Со стороны. Но мы это сможем сделать, когда сделаем робота. Расширенный комплект у нас есть. Значит, делаем обычный комплект. Вот. Силикон есть. И в принципе, у нас все должно хватить на робота. Да, отлично. Все хватает. А вот это что такое? Прыжковый модуль полярного лиса. Это мы чуть позже сделаем. Все ништяк. Робот у нас готов. Без пингвина-крылов ученые никогда бы не узнали, что пингвина-крылые высаживают яйца в маленьких пещерных норах. Зачастую рядом с корнями жар-лилий. О как. Понятно. Пить уже хочется. Значит, шерсть. Выкидываем. Все. Шерсть нам больше не нужна. Мы уже, в принципе, в достатке все сделали. Смазку тоже. Так. Место закончилось. Серебро отдаем. Сканер. У меня их целых два. Сканер один убираем. Кто там ломится в мой мореход? Комплект правдов убираем. Батарейки мне нужны. Маска, ребризер. Он тоже пригодится. Глайдер. Обычная батарейка есть запасная. Поесть есть. Ну, все. Вроде бы все. Так. Что-то еще я хотел сделать. А именно полярного лиса. Полярного лиса мы сделаем чуть позже, когда полностью обследуем при помощи нашего робота всю территорию. Так. Пошли скорее куда-нибудь в пещеру. Найдем что-нибудь поесть. Очень хочется есть. Откроем карту сразу. Итак. Мы находимся с тобой сейчас вот у этого моста. Вот здесь вот. Пройдем сейчас сюда. И тут будет робот. Все, погнали. Короче, я понял, что эти маячки означают. Маячки эти обозначают пещерные проходы для робота. О, да. Наконец-то я наберу большое количество еды. Все это сжираем. Четко. С собой забирать не буду, потому что знаю, что пропадет. И будет место занимать. Итак. Вот она первая пещерка для нашего робота. Вылазим. Во-первых, что я хочу сделать? Я хочу снять одежду и посмотреть, как я выгляжу без нее. Ласта тоже. Так. Робота выпускаем. Вот он мой пупсик. Давай, ставь его. Ну давай. Вот, отлично. Переходим к пульту. Зачем ты его собрала? Поставь обратно на землю. Знег еще зачем ты взяла? Так. Переходим к пультику. Во, наконец-то. Все, мы роботом управлены. Ой, какой у него голос. Внедренность, уровень общения, единица пин Георг, статус включен, разведка, режим. Давай развернемся. Где мы? Вот и мы. Вот и мы. Картинка, конечно, ну такая себе. Интересно, я смогу замерзнуть, стоя вот так вот возле краба или нет? Как думаешь? Причем, ага, я вон руки грею. А где пульт? У меня в руках пульт должен быть. Странно. Значит, давай выйдем, значит, для самоуничтожения. О, он может самоуничтожиться. Нет, я не хочу его самоуничтожать. Давай я одену костюм вначале. Костюм, чтобы не так уж холодно было. Снег можно выкинуть. Вот. Выпьем сейчас с тобой. Нет, я просто погреюсь в нашем крабе. Сейчас я отогреюсь. Блин, уже ночь на дуре. А ночью, как мы знаем, всегда холоднее. Так. Жалко, здесь нету жар лилий. Я бы встал возле них. А вот это что такое? Жильник ледяной. Все, хорошо, погнали. Мерзнуть я сейчас буду медленнее, потому что я в зимнем костюме. Все, погнали. Через пещеру. Ready and wendy. Ready and wendy. Говорит наш робот. Что мы тут имеем в этой пещерке? Кварц. Можем свистнуть. Хорошо. Хорошо. Всего четыре объекта я могу с собой забрать. Порыгать я не умею. Я могу кричать пик. Это типа, чтобы общаться с пингвинами, по всей видимости. Ну, тут только кварц. Больше я здесь ничего не вижу. Может я, конечно... А, вот смотри, вот тут. Вот это вот. Что это? Magneted. Отлично. Есть еще? Ага. Забираем. И, вроде бы, все. Два магнетита и кварц. Кстати, у пингвина батарейка садится? Нет, как думаешь? Я вот ее не вижу. Все. Здесь точно все. Уходим. Я, кстати, забыл на себя посмотреть в костюме. Как я там выгляжу? Ого. Ого. И в масочке. Сурово. Сурово. Ладно, выходим. О, видимся. Говорит. Господи, как меня эти сосули, бьющиеся об землю, пугают. Такое ощущение, как будто великан какой-то идет за мной. Значит, давай забираем сигнал. Нет? Забираем робота. Вместе со всеми его ресурсами. Плохая погода вроде прошла уже. И здорово. Залазим. Кстати, я не так сильно-то и замерз. Всего 70%. Ну, точнее, 30% тепла потерял всего. Так, дальше. Мы с тобой были. Мы с тобой были. Вот здесь. Нам. Вот здесь. Нам теперь с тобой нужно вот так вот как-то это все обойти. И вот сюда попасть. Хорошо. Я думаю, что мы пойдем через верх. Черт, нифига не вижу. Через верх, через верх. Нам надо как-то подняться наверх. Или мы тут сможем пройти? Главное не запутаться. Вот. Вижу маяк. Вижу маячок для пингвина. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Выхожу. Пингвин. Пожалуйста. На разведочку. Где мой пультик? Погнали. Что мы тут увидим? А можно свет как-то включить? Фонарик у нас есть? А, да. Так мы же светим фонариком. Что-то я туплю. Нифига себе тут пещера. Если... А, это не пещера. Куча кварца. Тут наверняка должен быть еще какой-нибудь другой материал. Медведей здесь, надеюсь, нету. Оп. На меня медведь напал. Ёпс, ФРСАТ. Капец. Очень опасно. Так, мне нужно куда-то взобраться. В безопасное место. Вот, например, куда-нибудь сюда, наверх. Черт, неожиданно, конечно, неожиданно. Куда бы мне залезть? Сюда. Давай-ка вот сюда как-то попробуем. Во! Да, вот тут мне не страшно будет. А он, кстати, пингвинчик мой. Отсюда все хорошо видно. Пингвинчик. Ты меня видишь? Я где-то наверху стою. А, вон он я. Вон там. Хорошо. Здесь был магнетит где-то, минерал. Прямо сзади меня, вроде бы как. Вон он, я его вижу. Как он правильно? Магнетит. Ну да, правильно читаю. Все, получается, я добыл только один магнетит тут. Хотя, вот это вот что? Это титан же. Правильно? Это же титан. Ну да. Ну на кой черт мне титан, у меня его все равно в достатке. Все, выходим отсюда тогда. И идем в следующую пещеру. Прикинь, я, короче, выехал сюда, случайно нажал правую кнопку, и оказывается, я могу селфачок замутить. Селфак с пингвином. Сделаем. И нам говорят, что надвигается опасная погода. Пора бы собирать свои манатки и чесать отсюда. Пингвиш. Надо тебя забрать. Титан. Все. Иди к мамочке. Значит, мы с тобой были где? По карте. Ориентировочно где-то здесь. Где-то здесь. Вроде бы как где-то здесь. Значит, тут у нас, по идее, должна быть... Но я не вижу, кстати. Деревья где-то должны быть, но что-то я их не вижу. Странно. Так, кажется, я нашел то место. Где мы остановились? Вот она, пристань. Вот она, пристань. Пингвинов. Куча... О, кстати, давай попробуем к пингвинам внедриться. Как они отреагируют на робота? Робот. Let's go. Так, тут же мишки еще где-то бродят. Давай я вот сюда куда-нибудь наверх залезу. Надеюсь, меня это как-то спасет. Приветствую вас, пингвинята. Можно тебя схватить? Пузо почесать. Пообщался с пингвинами. Приветствую вас, бротья. Бротья и сестры. Внедренность. Почти внедрился. Вот, вот, вот. Я прям, прям близко подошел. Все, они меня приняли за своего. Уровень общения. Почти максимум. Странно. Пик, пик. Странно. И что будет, когда все шкалы... Ну, вот, все шкалы были по максимуму, как бы. Да. Но эти шкалы в внедренности общения, они как бы просто показывают нам, как нам относятся пингвины, но толку от этого нет никакого, по всей видимости. Ладно, хорошо. Лестница тут есть, кстати. Хорошо. Что, что, что? Давай селфак с тобой намутим, а? Развернуться я не могу, когда фотку. Ладно, вот так вот сделаем. Та-та-та. Возвращаемся к мамушке. Мамушик. Опять, да только что была ужасная погода. Ой. Какие-то странные рамки появились. Все, забираем тебя. Погнали. По крайней мере, мы провели научно-исследовательную работу и поняли, что пингвинам, в принципе, пофиг. Блин, вот он, этот маяк. Заколебался его искать, он прямо вот под этим выступом, куда я постоянно заходил. О, планета прямо над нами. Так, что я вообще удивляюсь? Там три планеты над нами летают, по-моему. Значит, запускаем нашего робота и наконец-то узнаем, что здесь. Почему это место на карте помечено? Поехали. Что мы здесь... Ха. А, я ж тут, получается, был. Раз тут все открыто. Хотя нет, я здесь не был. Взять антидот. Должно быть, Сэм спрятала это здесь. Она собиралась использовать этот антибактериальный агент для нейтрализации бактерий. Блин, меня жрут. Опять. А что ты будешь делать-то, а? Медведь, вы меня достали. Миша, отстань от меня. Мне бы аптечку заюзать. Так, где у нас аптечка? Вот, отлично. Ох, Миша, Миша. Спрятаться бы от тебя. Где бы ты меня не достал. Ладно. Вот здесь вот он меня не должен достать. Если, конечно, сзади кто-нибудь не придет. Включаем снова робота. Магнетит. В принципе, здесь у нас был спрятан антидот. И все. Ну и парочку интересных минералов. Вниз я падать не хочу. Потому что есть вероятность, что я потом не поднимусь. А кто это рычит вот так? Ко мне наверх, кажется, взобрались, да? Давай, сейчас доедем роботом. Хотя нет, давай-ка я отключусь. Да. До меня добрался медведь. Ну давай, выгружайся. Быстрее, 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 быстрее. Че, че, че я завис-то? Половину хп мне сожрал. Гад, а? В прошлый раз за то, что я замочил того медведя, меня просто в комментариях чуть не сожрали. Говорили, зачем ты его убил? Так он на меня нападал. Он меня, кстати, сожрал. Вот он у меня. Антидот. Инъекционный контейнер с антибактериальным агентом. Собираем все это. И забираем робота. Так, получается, что все. По этой локации я здесь везде пошарился. Вот эти точки, они тоже обозначают местонахождение магнетида, скорее всего. Но у меня его уже в достатке, поэтому возвращаемся обратно к мореходу. Но, кстати, смотри. Этот участок мы с тобой обследовали. Но у нас есть вот тот, за мостом. И карты у нас в той части нету, и мы не знаем, что там. Зато я знаю, как туда пробраться. Нам нужен полярный лис с прыжковым модулем. И мы точно туда переберемся. Ну, ты представляешь, да? Мы обшарили вдоль и поперек эту часть ледового бассейна на одном заряде краба. 8% у нас осталось, и скоро краб у нас сядет. Но это не страшно. Батарейку мы ему потом поменяем. Так, значит. Блин, вывалился неудачно. Надо что сделать? Полярного лиса. Вот этот антидот мы сейчас спрячем в нашем мореходе. Здесь получится. В ресурс? Или куда же тебя затолкать? А вот сюда давай. Контейнер. Вот здесь вот мы и оставим антидот. Так, давай теперь посмотрим, что нам нужно для полярного лиса. Во-первых, нужна станция. Да, короче, нам вначале сборщик нужен. Хо. Что, неужели выплывать отсюда придется? Ладно. Поехали отсюда. Сейчас я, правда, закреплю своего крабика. Мы съездим на базу. Наделаем кучу смазки. Сделаем полярного лиса. И съездим на точку Алана. Н6М. И потом вернемся сюда с полярным лисом. Так. Все, мы пристыковались. Отлично. Но, скорее всего, вернемся мы сюда уже в следующей серии. Ну, в общем, посмотрим, как дела пойдут. Мне бы сейчас вначале... Да что ж такое-то. Залезть в свой мореход. Наконец-то я залез в свой мореход. И мы можем отсюда драпать. Так, разворот в другую сторону. Отойдите, пожалуйста, от меня, медузы. Кстати, мне нужно починить последний стыковочный отдел морехода. Так. Кстати, в принципе... В принципе, где у нас дом? Дом у нас вон там. Ага. А плыть мы можем Н6М прямо сейчас вон туда. В принципе, по пути будет. Ну, что ж, ладно. Поплыли вначале туда. Кстати, довольно глубоко. Но, если что, у нас скраб с собой. В глубину 400 метров мы сможем погрузиться. Не страшно. Выплыли из зоны медуз. И так тихо стало. Медузы просто... Вот эта вот люминесцентная краска. Они звук такой блестяшечный какой-то издавали. Не знаю, как описать его. И он так раздражал меня. А тут так спокойно. Хорошо. О, снова... Это медуза, да? Снова медуза, блин. Но мы уже почти... Хотя нифига не почти. Еще километр остался нам. До точки Аллана. Я вот сейчас плыву. Плыву и понимаю, что мы стали плыть медленно. За счет наших прицепов. Нужно по-любому делать ускорители для морехода. Потому что без них в дальнейшем будет очень тяжело. Мы, короче, заплыли очень далеко. За грань. И здесь, вероятно, будут водиться какие-нибудь существа опасные. Прям я уверен. Потому что там вот ничего нету. О, господи. Смотри. Смотри, какая глубина. Там просто тень и ничего. Внимание достигнуто 300 метров. Черт, аж страшно туда смотреть. В эту глубину, в неизведанную пучину. Такое ощущение, что там есть такой монстр. Жесткий, который может нас сажать. К тому же мы доплыли до 300 метров. Это критическая глубина для морехода. И нам нужно в крабика влазить. Так. Где эта точка Алана? Точка Алана еще ниже. Еще ниже. Ну, нет, на крабе я туда точно не спущусь, потому что у меня нет захвата. Угу, нет захвата. Значит, надо искать проход в пещеру. В расщелину. Она где-то должна быть здесь. Внимание, вы входите в мертвую экологическую зону. Перспектива выживания стремительно близится к нулю. Я понял, я понял. Я отсюда убираюсь. Блин, звуки такие стремные. Вижу акул. Ну, они как бы нам вообще не страшны. Вообще пофиг на них. Где бы я мог пройти в гору? Вот. Может быть где-то здесь? Ого. Как тут интересненькое. Да, кажется вот здесь вот смотри. Я прям плыву в нужном направлении. Достигнута предельная глубина. Хорошо, я понял. Блин, а глубина? Ммм, 300 метров в глубину. У меня даже краб не возьмет такую глубину. Черт. Черт, черт, черт. Короче, сюда нам пока рановато. В любом случае. Ого. Это кто у нас? А, ну это подводный мир. Кстати, говорили, что в него можно залезть. Давай мы где-нибудь с тобой вот здесь вот остановимся сейчас. Потом я спущусь на 100 метров на крабе. Все, вот здесь вот остановочка. Выходим. Выходим, выходим, выходим. Так. В крабе надо батарейку поменять. И скинуть ресурсы. Сейчас, сейчас, сейчас. Куда бы это все скинуть? Ерундулину давай. Места нет. Все занято. Все битком. Вот так вот. Батарейка у меня есть. Сейчас я поставлю туда батарейку. Давай. Вылазим. Внимание. Пройдена отметка в 200 метров. Эффективность кислорода значительно снизилась. Да, надо маску одеть. Надо маску переодеть. Обязательно. Так. Батарейки. Ячейка 10%. 4%. Значит, мы ставим сюда 38. Ну и хватит нам пока. 24% я думаю нам в достатке хватит. Ладненько. Погнали вниз. Надеюсь, я смогу подняться. Так. А что-то я понять не могу. В смысле? Как это так? Я мореход за собой тащу. Я должен был отстыковаться, по идее. Нет? А, да. Да. Я отстыковался. Но я почему-то хожу. Как-то странно. Смотри, я хожу. Обалдеть. Фига себе. А я хожу по воде. Странно как. Ладно. Давай я сейчас высажусь. Сверху вот на эту штуку и посмотрю. Ага. Все. Он падает. Он должен упасть. Отлично. Так. Сажусь снова в него. Мореход вон там. Надеюсь, я не угроблю краба. Вот сюда. Все. Я почти, почти, почти добрался до 400. И еще 40 метров могу спуститься. Спускаемся. Все. Я думаю, что дальше нет смысла. Значит, если что, пополнять кислородный запас я могу в крови. Глайдер и погнали. Где отметка Алана? Я ее не вижу. Где отметка? А, вот она. Нифига себе. В богатых минералами и расщельинах внизу регистрируется рост температуры. Здорово. Смотри, вот эта штука, она прицепилась и она не плавает. Ладно, поплыли вниз. Надо взять вот эти штуки. А еще я хочу карту отключить. Так, подушка у меня, подушка-пердушка, вот она. Если что, я с нее кислород заберу. Не запутаться бы здесь. Вот она тут. Артефакт архитектора. Что мы тут имеем? Неоновый коп и что-то. Опа-на. Это же наши. Это наши альтеровские штуки. Фрагмент теплоэлектростанции. А что он тут делает? Каким макаром он тут оказался? Так, надо взять вот эти вот алмазы. Потому что я их... И вот этого тоже надо взять. Рубины. Редко я их тут вижу. Так, артефакт архитекторов. Сейчас отсканем. Неоновские кубы соберем. Ага. И вот эти вот штуки еще тоже возьмем. Блин, кислорода у меня все. Меньше, 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 с каждой секундой. Все, я отсканил эту штуку. Аллан, ты что-нибудь скажешь, нет? Нет, Аллану пофиг. Все, всплываем. Вроде бы я здесь все собрал. Расщелин, конечно. Много, но они никуда не ведут. Все. Let's go. Да, 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 я в курсе, я в курсе, что с кислородом беда. Так, вон он у нас. Краб стоит. Если что, у меня еще есть воздушная подушка. Но я должен доплыть до краба. Крабик, крабик, крабик. Я уже вот здесь. Плывите к поверхности. Да какая поверхность? А с чем вы вообще? Отлично. Фух. Здорово. Блин, ну это такой огромный мир в мире. Точнее, подводный мир. В пузыре. Дай попробую через низ у него заплыть. Может, я такого огромного еще не видел. О, честно. Это очень огромный. Так, что-то не могу туда заплыть. Ну-ка. Ого. Ого, ого. Смотри, я реально внутри. То есть, даже без морехода спокойно сюда заплыл. Отсканить можно что-нибудь? А если я ударю? А, ему пофиг. Ну, прикольно. И здесь меня, по идее, никто не тронет. Вообще, пофиг. Забавно. Цветочки есть какие-то. Можно отсканить. Спиральвик. Я спиральвик и уже сканировал, по-моему, разве нет? Акула, акула, достань меня, акула. Ладно, все, погнали. О, рыба какая. Заберем. Я ее сканил. Красноперли, как-то так его зовут. Ну, все, тогда. Едем домой. И будем собирать полярного лиса и его станцию к следующей серии. Заходим в крабик. Остается теперь подняться только до морехода. Должно охватить энергии, чтобы всплыть. Ага, отлично охватило. Чудесно. А вот это вот что такое светящество? О, смотри, какая рыба классная. Рыбка. Можно я тебя отсканирую? Очень интересно. Дискус. Дискус, да. Давай заберем его. Как подводная лодка небольшая в капсуле какой-то выглядит. А вот это что такое? Просто красивая какая-то штучка висит. Все, мореход, стыкуемся и домой. Это была долгая вылазка, которая длилась несколько серий. Классная, конечно, штука мореход. Вот, мобильная база, это вещь. Ну все, поднимаемся. Так, дом у нас левее. Нам вон туда. И главное теперь не нарваться на какого-нибудь хищника. Вот я сейчас плыву, и знаешь, что я понял? У нас же транспортная строительная база мобильная. Она же мобильная называется, правильно? Я ее просто могу забрать с собой и закинуть в мореход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блинский. Черт, надо пониже спуститься срочно. Пониже вот так вот. Фух, вроде пронесло. Вот так меня никто не должен зацепить. Я уж думал скидывать Последний прицеп Но у меня последний прицеп Это стыковочный и там краб еще Я не хотел терять краба Очень не хотел Да и к тому же он все равно меня за морду схватил Наконец-то дом, милый дом Как я рад тебя видеть Так, значит, вылазим И первым делом чиним наш мореход Наш боевой Мореходик Где у меня там чинительные инструменты Ремонтный инструмент, отлично Починить Там у меня снизу грави ловушка Уже наловила кучу всякого-всякого Пойдем-ка посмотрим Пузыри есть, пузырики, пузырики Потому что мне нужна вода Пузырики, отлично Все, минералов никаких нет Ну и ладно Так, и по-моему последний мне тоже надо Отремонтировать, ага, точно Где-то здесь должен быть полярный лис Вот она Техстанция полярного лиса, да Я ее мог там сделать, но затупил По крайней мере я еще хотел сделать, знаешь что Стыковочную шахту Вот И операторскую тоже просили сделать В общем, тут еще куча дел Я думаю, что мы в следующей серии займемся постройкой Ну и вернемся обратно в ледовый бассейн И сделаем Станцию Лиса полярного Ой, 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 буря Ужас какой Я дома Круто Можно поспать Ну что, я думаю, что пора закругляться Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк И подписаться, чтобы не пропустить следующей серии по Субнатике Ну а я с тобой прощаюсь Пока Увидимся в следующем видео